Рабочая группа в четверг провела совещание, на котором рассмотрела проект закона, внесенный в Магаданскую областную думу губернатором региона. Он разработан в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении животными. Законопроектом предусматривается отлов животных без владельцев, их перевозка и передача в пункты временного содержания, а также эвтаназия. Для нас ключевым моментом является, чтобы в этом рамочном законе было отражено возможности эвтаназии, первое, и второе, чтобы было прописано возможности функционирования пункта временного содержания. Но, помимо этого, еще один вопрос, который не находит однозначного толкования со стороны юристов, это количество дней содержания животных или в приюте, или пункта временного содержания. И у меня просьба, если все-таки будет принято решение о возможности принятия того законопроекта, который официально поступил в Думу, прописать еще третье положение о сроке содержания животных в приюте, пункте временного содержания, извиняюсь, не более 11 дней. Далее были заслушаны мнения присутствующих о проекте закона. Первыми выступили депутаты Магаданской областной думы. Этот законопроект достаточно социально значим, да, то есть он уже вызывает очень серьезный социальный резонанс, еще не видя текста законопроекта, да, ничего не приняв, ничего не рассмотрев, уже идет, как вы озвучили, обсуждение в социальных сетях, поэтому считаю, что законопроект рамочный, не устроит ни общество, ни депутатский корпус. Я считаю, что законопроект должен быть максимально подробный, максимально расписанный и по дням содержания, вот, например, сейчас озвучили 11 дней. Ну, я считаю, что это недопустимо, 11 дней. Даже приведу банальный пример. Человек уехал в отпуск, отпускал, он составляет 58 календарных дней, стандартно. Банально, животное потерялось, сбежало. И, вернувшись из отпуска, человек получает, что его домашнее животное уже устроено. Поэтому здесь вот такая рамочная постановка законопроекта, она, на мой взгляд, недопустима. Я хотел поддерживаться от работчиков, в том числе и по временным параметрам, потому что легко быть добрыми, находясь вне действия. И когда мы смотрим на покосных детей, и хотелось бы напомнить, в связи с чем сейчас возникла вся эта, скажем так, информационная волна. Да, вот представьте себе, что в центре города Героя Москвы, на Красной площади, загрызли насморь человека. Какой был бы вой, и не поучитого слова, во всех абсолютно центральных СМИ. Мы сейчас с вами находимся в здании, в 100 метрах от которого этим летом произошла трагедия. Насморь был загрызен человек. После этого еще, слава богу, не насморь, был загрызен человек. И все это происходит у нас в областном центре, и все так хорошо, мы все любим животных. Я в партии любителей собак, у меня были берсткие зазнаные хунты, ротвей, серьезные собаки. Но это не мешает мне, если другое, широко сказать, что я сейчас ставлю себя на место родных этих людей, и родных тех детей, которых ежедневно практически кусают собаки, а кого торгут. Поэтому гуманность, она хороша за чужую счет. В рассматриваемом документе указано, что принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов из областного бюджета. Ну, максимально бы хотелось бы, чтобы полномочия не ложились бы на плечи городского бюджета и за счет городского бюджета. Потому что на самом деле будет неясно, из какого бюджета будет финансироваться спецприемник. Если взять в общем по закону проекта, ну, как я действительно пытался думать сейчас, как мы говорили, что не хотелось бы выходить на улицу и быть, как сказать, как съедено, да. То есть надо бы уже какие-то принимать радикальные меры. Ну, а себя лично уже, как не представитель Магаданской областной думы, а как жители, как отец своего ребенка, так скажу. Год назад мой ребенок, большинство баллов залез на дерево, и мы с ним поехали в реанимацию. Это очень поздно. Позицию государственно-правового управления аппарата Магаданской областной думы изложила его руководитель. Она отметила, что в законопроекте нет порядка его реализации. В соответствии с требованиями федерального законодательства, безусловно, порядок осуществления либо организации мероприятий по обращению с животными в рамках тех мероприятий, которые субъект вправе установить своим законодательным актом, он должен содержаться в этом же законодательном акте. Такое право предоставлено субъекту, это не его обязанность. Но, тем не менее, данные вопросы, и для нас это абсолютно однозначный момент, должны быть урегулированы только в рамках законодательного акта. Согласие с ней выразил и представитель прокуратуры. Он добавил, что в представленном варианте законопроект быть принят не может. Что касается второго момента, и этот момент, безусловно, требует обсуждения, это вообще возможности эстоназии животных без водейцев, потому что у нас федеральный законодатель, он все-таки прямо предусматривает возможности эстоназии только животных, которые находятся в приюте, которые имеют различные заболевания, страдания, это необходимо заключение ветоспециалиста, возможности эстоназии для животных, которые находятся в пункте временного содержания для животных, и на что бы прямо, такого федерального закона нет. Но, опять же, можно по-различному трактовать. Даже могу сказать, что у нас с субъектами разными общаемся на этот счет, и мнения тоже неоднозначные. Кто-то из субъектов подтверждает у нас, из наших, из наших историков, подтверждает, что эстоназия, она допустима только в случае предусматриваемого закона, и ни в каком пункте временно содержания эстоназии недопустима. У кого-то, наоборот, мнение, что это отдано на укуп законодателям на уровне субъекта, поэтому и на этот вопрос, ну, условно, еще требует обсуждения. Что касается, опять же, вернуть к возможности к первому варианту, это отбол животных и промещения, и в пункте временного содержания. В таком мероприятии, безусловно, есть, оно прямо прописано у нас в идеальном законе, и в пункте временного содержания допускается, опять же, содержание животных, в случае, если это прописано в законодательном арте из субъекта. Возникает, опять же, вопрос, что является у нас содержанием. Если к содержанию относятся именно мероприятия, которые происходят с животным, которое живет, то содержание в пункте временного содержания допустимо. Можно ли отнести эвтаназию к одному из мероприятий по содержанию? Это тоже момент, который требует обсуждения. Поэтому могу сказать, что, наверное, подытожив, повторюсь, представленном варианте законопроект мы не поддерживаем. И пока именно ссылаясь на то, что порядок осуществления деятельности по обращению к животным без водительцев по мероприятиям, которые отклоняются от Федерального закона 498-го, он должен определяться также законодательным актом, а не оттану в исполнительной власти. Все мнения резюмировал председатель комитета Магаданской областной думы по социальной политике Андрей Зыков. Он подытожил, что законопроект не совсем полон и не отвечает требованиям Федерального закона, не содержит понятных норм и не ясно, как его реализовывать. Я предложил его разработчикам, автору, в первую очередь, разработчики в этом поработают, собрать данный законопроект, то есть и позвать. И мы всегда идем на очень тесном взаимодействии со всеми структурами, у нас исполнительной власти, муниципальной, то есть давайте мы вместе какие-то мысли, давайте мы все-таки привлечем. А такие предложения есть. Смотрите, там куча предложений. Для того, что мы примем закон, ну даже допустим, в таком виде, в котором он сейчас существует, там, когда у нас там дума, 19-го, 20-го у нас проведен комитет, и 27-го дума, 28-го не наступит благо. И у нас есть действующий нормативный правовой акт, по которому, в общем-то, проводится работа. Ну, не знаю. Мне кажется, что надо подходить к этому вопросу комплекса и не торопить. Потому что сейчас наломаем дров, хотя они и так, по тем нечем, будут ломаться. Он добавил, что время до октябрьского заседания Думы еще есть, итогом должен стать закон, отвечающий всем нормам и удовлетворяющий запросам общества. Анна Корнетова, Илья Пачин. Специально для Карибу.